Микс Ньюс. Мы продолжаем, это второй час нашего вечернего марафона. Говорим мы сегодня о выборах в Рижскую Думу. Напомню, что сегодня проходят внеочередные выборы в Рижскую Думу. Участки работают до 22 часов. И у нас сегодня в гостях сейчас глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня. Да, Кристина Берзиня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, за два часа до закрытия участка опубликована была информация, явка избирательной выборах в Рижскую Думу составила 38,57%. Что скажете по этому поводу? Ну, плохая явка. Не ожидали такой? Ну, мы никогда так заранее не прогнозируем явки, потому что очень много факторов. Да, поближе нужно быть. Чуть-чуть подальше, может быть. Или подальше. Мне быть поближе? Да. Наш звукорежиссер, да, активно жестикулирует, что нам делать. Ну, да, так что активно всегда сумма многих факторов, и кто будет брать этот верхний, не знаю, это трудно прогнозировать. Ну, что повлияло, на Ваш взгляд, все-таки ограничения с коронавирусом связаны, не только, может быть, разочарование в целом обществу? Да, ну, наверное, вирус – это одна вещь, наверное, потому что за вирусом эти выборы уже происходят в августе, в конце августа. Это последний конец, не знаю… Лето. Лето, нет, бриудья нас. С выходных. Да, выходных, 1 сентября уже тут-тут, может быть, это повлияло. Также, наверное, есть избиратели, которые, ну, может быть, побоялись пойти проголосовать, но заказывать голосование на дом, может быть, не захотели. Ну, наверное, эти коронавируса тоже нельзя так исключить. Ну, вот госполиция сегодня констатировала один случай несоблюдения режима самоизоляции. Возможно, вам известно, когда человек, который должен был находиться дома, явился на участок и принял участие в выборах в Рижскую дому, а к нему пришли, по всей видимости, чтобы принять голос. Да, да, да. Ну, наверное, он не смог как-то дожидаться комиссии. Ну, конечно, это… Очень нетерпеливый. Да, да. Ну, нельзя так делать. Полиция уже, по-моему, административная наказывала его. Будем надеяться, что он не заболеет. Потому, если он заболеет, то будет это эпидемиологическое расследование. Тогда, наверное, еще кто-то из избирательной комиссии, может быть, тоже будет сидеть в карантине. Ну, да. Ну, сложно было найти людей, потому что я слышал, что как раз сложнее, чем обычно, на эти выборы, чтобы работали, учитывая пандемию и все остальные. Ну, это, наверное, лучше бы Рижская избирательная комиссия смогла бы прокомментировать. Ну, да, мы помогли и Рижской избирательной комиссии с рекламой, чтобы людей дополнительно собрать. Ну, сейчас, ну, нам выдалось. Была и замена, если что. Ну, наверное, у нас как-то повезло, что не такая уже плохая ситуация с вирусом сейчас в Риге и в Латвии в целом. То не надо было заместить кого-нибудь по процессу. Да, ну, да. Ну, было, да. Ну, труднее было, чем, может быть, если бы ординарная ситуация. Почему в этом году, в этот раз, вернее, до 22 участков работают? У нас выбор самопроявлений всегда так было. Это уже было и в 2017 году так же, и, по-моему, и в 2013 тоже. Ну, это, наверное, не знаю, потому что летом происходит выбор в самоправлении в июне. И, наверное, если, ну, думать, что день длинный. Чтобы успеть проголосовать. Да, проголосовать. Ну, на этот раз у нас были тоже очень длинные эти время работы в участках перед выбором эти три дня. А это тоже было связано с вирусом, чтобы, ну, если много было бы избирателей, чтобы они не толпились на участке, да. Досрочное голосование показало более высокую явку, предварительное голосование показало более высокую явку. Ну, 4% больше, чем в 2017 год. Ну, это не очень, очень большая, я бы не сказала, разница. И часа в два раза больше, например, если в 2017 году 10 часов предварительное голосование, да, то в этот год это уже 20 часа было. Ну, у нас получается, подожди, предварительное голосование 30 с чем-то, да, процентов дало? Предварительное голосование, это было 19%. А, 19. А всего у нас к настоящему моменту 38 и 57. Да, ну, примерно половина предварительно, половину сейчас, ну, будет чуть-чуть больше, еще два часа. И еще эти результаты, непосчитанные, эти голоса на дом, где люди голосовали, ну, чуть-чуть побольше будет, наверное. Ну, до 40 дотянем? Ну, надеемся, что дотянем, да. Ну, вот интересно, еще видите, эти выборы несколько раз переносились из-за пандемии, там еще была история с судом. Да, да, была. Там партия альтернатива, если не ошибаюсь, как раз подавала. Вот это все могло сбить настрой, как считается? Я не знаю, может быть, как-то остыли. Потому что у меня родители сегодня спрашивают, когда выборы, я говорю, тогда, потом перенесли, потом академии. Да, 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 да. Они-то висели, потом их снимали, потом они снова появлялись. В партии приходили какие-то ролики, вроде пускались. Ну, да, по-моему, то, что так заметно, что это не очередные выборы, этот период агитации был коротким, да. Но это тоже, наверное, как-то, может быть, повлияло на интерес избирателей пойти и голосовать. Потому что я думаю, что если агитация ходит по соблюдению закона, то она нужна. Людям нужно знать, за кого голосовать, что кандидаты им обещают, и почему это такой разговор нужен. Вот эти очередные выборы, может быть, это тоже какую-то роль сыграло. Ну, такое короткое. А погода, кстати? Потому что говорят, хорошая погода плохая, а плохая погода тоже плохая. О погоде я не знаю, я как-то скептически отношусь, что погода влияет на кого-то, да. Но когда хорошая погода, тогда тоже всегда такой аргумент, явка низкая, потому что все, не знаю, на пляже или где-то еще, да. Ну, так что, а сегодня плохая погода, но все дома сидят, да. У природы нет плохой погоды, как в принципе. И надо заметить, что вчера или позже вчера была хорошая погода. Да. Да, могли бы проголосовать, если бы была мотивация, по-моему, самая главная мотивация. Хочем мы, видим какой-то смысл голосовать или нет. Я напоминаю, что нам можно также писать в WhatsApp 2306191, это номер WhatsApp, и вот как раз было сообщение у нас. Да, спрашивают, бывали ли случаи, что, во-первых, бывали ли случаи, что неиспользованные бюллетени использовали для подтасовки голосов? Этот вопрос еще пришел в прошлой части, вот к вам как к главе ЦИК. Как это неиспользованные бюллетни? Для кого? Ну, допустим, какие-то неиспользованные бюллетени закидывали, как, не знаю, что я имею в виду. Не буду заниматься интерпретацией. Нет, я просто думаю, в Латвии бюллетен – это макалатура, если он не в конверте. А конверт у нас очень строгая документ, у конверта нужен быть штамп этого же конкретного избирательного участка. Так что, если даже кто-то бросил в урну только бюллетни, то когда подсчет идет, они не считаются годными. А фальсификации вообще, насколько, ну, учитывая, что в соседних с нами странах постоянно поднимают вопросы о фальсификации выборов, как у нас с этим обстоят дела? Ну, мы, конечно, как Центризбургом, наша задача следовать за тем, чтобы все было, ну, так, годы иги, как это. Честно. Ну, да, честно, и все, ну, все процедуры, которые в законе, чтобы избирательные комиссии им следовали. И мы также тоже сотрудничаем с правоохранящим органом, да, они тоже обследуют все участки, смотрят, все же там, все процедуры, ну, как-то… Контролируются. Так что я думаю, в Латвии, ну, я знаю, думаю, что если есть какие-то ошибки, то это чаще всего не такие абзинаты, но какая-то глупость или что-то комиссия не так поняла, ну, какие-то такие человеческие ошибки, да, ну, как мы это знаменитый человеческий фактор. Да, ну, то есть, получается, электронное голосование, если бы оно было введено, тогда увеличился бы риск каких-то возможных классификаций или даже вмешательства. Ну, тоже, по-моему, так нельзя, ну, ставить вопрос, это было бы, как хороша была бы эта же решительная наша система, это, ну, как это сделано. Безопасно. Потому что, ну, конечно, все возможно в этом мире, но за какие деньги? Просто, не знаю, если хорошая система, то хакерам нужно больше денег, чтобы это, не знаю, узлоуст. Ну, да, взломать. Легенда же о русских хакерах ходит, которые там и в Америке. И надо, ну, не знаю, вот выборы в Латвии, кому так интересно, чтобы вот такие деньги тратить, да, но, конечно, то, что тогда было бы, выборы были еще дороже, чем они есть, да, ну, потому что все эти новые технологии, чтобы ввести их и чтобы они были, как это, ну, безопасны, да, то это нужно, нужно денег больше. Ну, вот в Эстонии ведь есть как раз электронное голосование. Нам оно необходимо? Да, но здесь другая проблема, по-моему, это когда мы голосуем где-то вне участка, то этот риск, что кто-то покупать будет наш голос или как-то влияет на наш выбор, очень повышается. Потому что нет этого общения человек из человека в участке. Нет, просто если, ну, не знаю, вы голосуете дома, и ваша, не знаю, тетя или дядя думает, надо так голосовать или, не знаю, семья ваша. А, то есть влияние, то есть можно меня переубедить. Да, да, переубедить, ну, это одно, или можно даже, ну, купить ваш голос, да, и никто это не узнает, если вы не скажете сами, да, что вам там было. То есть если тетя говорит голосовать за эту партию, надо голосовать за другую. Да, но другой аспект это тоже, что не полностью закрыто это голосование, потому что еще нет какие-то технические методы, которые полностью, если кто-то не хочет, ну, если кто-то хотел бы узнать, как вы голосовали, то это вообще-то... Методов защиты, то есть можно. Можно же там через банковские какие-то аккаунты, например, заходить, и вроде это как защищенные технологии. Ну, банки не будет, по-моему, не будет действовать на выборов, потому что банк это коммерческая структура, и, ну, кому-то она принадлежит, и что там еще делает, нельзя, ну, контроль нет. Что касается финансов, вот вы сказали, вообще мы знаем, что выборы в Рижскую думу, они финансируются с помощью трех источников, если я правильно помню. И это Рижская самодума, и избирком, и миграция, да, то есть управление миграцией. Во сколько обошлись эти выборы нам? Ну, по-моему, я где-то слышала, что два с половиной миллиона, если это вместе совместить, но наш бюджет для этих выборов был 600 тысяч примерно, да, что нам было нужны. Тогда Горышская комиссия, конечно, это зарплаты, зарплаты, эти средства для защиты, да, это маски и это средства, не знаю, для дезинфекции, да, и эти ручки, это все обошлось, да. Я сегодня, кстати, пришел на участок, мне выдали маску, выдали ручку, ручку я вернул, маску, кстати, не вернул, но меня не просили. Ручку не надо возвращать, маску тоже нельзя. Не надо возвращать. А ручку нет, мне показали, там вот была такая специальная корзинка, но если хотели... Ну, возможно, их выбросит. Это вы, нет, это, ну, то есть ручки одноразовые, насколько я говорю. Не-не-не-не, они не одноразовые, но можно взять с собой, можно оставить, если оставили, то их дезинфекцируют. А, то есть их заплатят, да, они были отдельные. Но эти выборы дороже, чем предыдущие, учитывая коронавирус и все вот эти вот растраты? Да-да-да, по коронавирусу, конечно, это где-то, по-моему, тоже 400 тысяч, ну, и это надо ручкой комиссии спрашивать, я как-то, ну, не знаю, сколько точно мы за свои счеты, да, мы можем отвечать, но, да, но я, по-моему, слышала, ну, где-то так. Вот меня интересуют пустые конверты и что с ними происходит, мы как раз это обсуждали в предыдущем нашем часе, я вот хочу у вас спросить, как компетентного в этом смысле специалиста, в случае, если избиратель решает проголосовать пустым конвертом, то будет ли его голос как-то учитываться при установке? Да, его голос будет учитываться, эти конверты, которые штампом, это та цифра, которая делает явку 5-процентного барьера. То есть если даже он бюллетень туда не вложил, то все равно это будет голос. Потому что явка, ну, мы считаем его от этой цифры, сколько годных конвертов найдено, ну, в урнах, да. То есть это получается, что это выгодно для более крупных партий в дальнейшем? Как перераспределяется потом? Ну, потом это больше, это просто партии надо больше голоса, чтобы переступить этот барьер в эти проценты. Переступить этот барьер, да. То есть эти голоса могут быть отданы, скажем так. Ну, они никуда, ну, так по сути, их никуда не отдают. Ну, да. Это, ну, просто барьер, да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, пишите также в WhatsApp 230-6191. Вот как раз Артур пишет, со штампами были недосчеты на последних выборах в Сейм. Было что-то такое? Последние выборы в Сейм. Штампами? Не помню. Проблема была штампом, конвертом в 2017 году в этом Тяково снова. Да. Там была такая проблема, что в Урне было найдено больше конвертов, чем избиратели в списке. Поэтому надо было, и эти шесть, по-моему, шесть голоса там были так важны, чтобы, ну... Там могло сыграть свой рост. Да, если было бы. Ну, и тогда, да, тогда были перевыборы в этом участке. А что произошло, выяснили тогда, кстати, откуда эти шесть? То есть это вброс какой-то был? Ну, не знаем. Ну, это очень тогда сложно, ну, сказать, но никто... Никто не объяснил. Никто ничего не знает. Поэтому и было так, что нельзя как-то выяснить, почему это там. Ну, конечно, первым делом кто-то их там бросил, наверное. Ну, какие вы за сегодня были, может быть, звонки? Потому что я читала, вот у нас сейчас текстовый онлайн, он у нас идет на сайте, и мы тоже сообщали о том, что были те, кто не успел вовремя задекларироваться, и все с этим звонили так же и пытались проголосовать, но уже не могли, учитывая, что там 90 дней в этой семье. Да, ну, у нас в центре избиркома, да, ну, главные такие звонки по процедуру. Что там делать, как, где уточнить участок, как проголосовать на дом. Ну, да, вот то, что вы сказали, это один из таких, да, таких вопросов, которые часто задавались. Ну, почему я избиратель, ну, так я в списке есть, но не могу проголосовать, у меня нет участка, где голосовать. Но это потому, что в выборах в Рыжской думе можно голосовать те избиратели, у которых было место жительства в Риге 90 дней за выбором. Это был 31 мая. А когда мы расследовали каждый этот случай, то, да, действительно, человек зарегистрировался в Риге позже, ну, например, не знаю, в июне, июле. Ну, и все, он уже не мог. Да, и тогда больше на эти выборы он не может голосовать, но на следующие тогда, если будет рижанин, то сможет. Вот я получил письмо, как гражданин, имеющий право голоса, что могу голосовать там на определенном участке, но эти выборы ведь интересны еще и тем, что, насколько я помню, в предыдущие выборы муниципалитетов вообще муниципальные нельзя было голосовать на других участках, а здесь я могу пойти не на свой и проголосовать. Это новая вещь, но мы впервые пользовались, когда был в предыдущем году выбор Европарламента, но тогда у нас это был первый раз, там были технические проблемы, но вот на этот раз очень все идет хорошо, то даже у меня последние данные, то что это возможности пользовались 17 593 избирателей до сих пор. Проголосовать на другом участке. Да, на другом участке. Это примерно 10% из тех, которые вообще-то проголосовали, но так и опасались, что, может быть, эта процедура будет длиннее, но даже это уже тоже не так, тоже где-то 3-5 минут. Да, я, кстати, как раз сработала также сегодня на одном участке, мне сказали, что это довольно быстро происходит. Да, довольно быстро, потому что, наверное, это уже больше не новые вещи, но надо также только в участке Риги в этой системе, но на этот раз, да, не вся Латвия, поэтому это так быстрее. А как эта система работает? То есть это некая уже систематизированная сеть? Да, 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 у нас такая данная электронная избирателей, каждый избиратель регистрирован на своем участке, и если пришли голосовать на другом, то вас зарегистрируют в этой системе, система подает заявление о вашем участке, и участковая комиссия смотрит, не проголосовали ли уже в участке. И обнуляет, если нет. Да, и тогда, да, можно голосовать, если все хорошо, они вычеркнивают избирателей из этого бумажного списка, и тогда тоже электронно тоже это, ну... Обработают. Да. Ну какие-то жалобы поступали от избирателей сегодня? Ну, Центризбирком не та институция, где эти жалобы, ну так поступают, а у нас главное такие жалобы будут после вот этой ночи, наверное, когда если, ну не знаю, какому-то наблюдателю или кому-то из комиссии, не знаю, будет, ну или кандидатов не будет считать, ну что там не так посчитали, что-то там, не знаю, не сходится, и надо, ну если вот такие жалобы, тогда это будет поддаваться у нас, тогда мы их будем рассматривать, и, ну, смотреть, ну как, что делать, да, надо, надо что-то пересчитывать, нужно, если там, может быть, все хорошо было, и эта жалоба не... Соответствует. Не соответствует, да. Ну, должны ли в данном случае, что касается ограничений из-за коронавируса, мы понимаем, что рекомендательный характер носят маски для избирателей, но что касается членов комиссии, они обязаны быть маской? Для всех это не обязательно. А, то есть и членов комиссии тоже? Да. Одно только исключение, например, если это помещение маленькое, и там больше человек, чем можно 2-метровую дистанцию соблюдать, тогда надо эти маски одевать. Это из кабинета министров, ну, такие, это ноты, ну, да, правило, что надо, тогда надо надеть. Это у нас, наверное, может быть, будет актуально, когда будет подсчет голосов, если в каком-то участке будет очень много наблюдателей, они не будут, не знаю, готовы там оставить участок, и оставить только пару, да, избирателей, ну, тогда, наверное, будет так. Ну, не знаю, как-то наблюдатели у нас не очень активные, но как-то они не всегда... Да, у нас активность как-то везде низкая получается. Ну, вот интересно, я работала на одном из участков Вымонте, и туда приезжала, как мне сказали, там есть оборудованная для людей с ограниченной возможностью площадка, опять же, для того, чтобы заехать, и вот приезжала женщина, проголосовала, но это все-таки такое, вот они рассказывают об этом как о чем-то эксклюзивном все же, потому что, ну, может быть, не так хорошо все же для инвалидов у нас приспособлено, как вы сами говорили, только 30% у нас избирателей, ну, примерно, да? Примерно, да. Ну, думаю, может быть, в Риге, ну, да, 40, ну, 30 где-то так, да. Ну, это проблема ежедневная, это выборы, просто мы тоже используем те же помещения, где люди... До школы там. Да, всегда, ну, ходят ежедневно, это проблема больше, чем, ну, не знаю, чем выборы только. Ну, конечно, если бы мы были очень богатой страной, наверное, мы смогли тоже, может быть, оборудовать эти участки, когда выборы происходят с каким-то, не знаю, подъемником или... Ну, это все, ну, очень дорого. Если у нас есть эта возможность голосовать, ну, на дом, то, ну, как-то этот баланс... Ну, хорошая вещь, что... Ну, если смотреть, например, предыдущие выборы, еще предыдущие, то чуть-чуть на каждом выбором улучшается эта ситуация, более, больше участок становится доступным. Ну, конечно, мы хотели, чтобы все были, но есть в Латвии самоуправление, где все избирательные участки такие есть, но Рига, большой город, у нас даже проблемы иногда с помещением для участков. Просто нет такие помещения большие, как мы бы хотели, где всем было бы удобно, ну, найти, не знаю... Ну, это государственная собственность. Ну, в данном случае электронное голосование могло бы как-то сделать легче. Легче, да, но не дешевле. Тоже же, да. Это было бы очень дорого, наверное, тоже. Ну, и, не знаю, это электронное голосование тоже, не знаю, такой миф, или как сказать... Ну, миф. Да, что это было бы уже активность, не знаю, большая, если бы у нас было... Ну, если с телефона там взять... Да, да, да. С смартфона. Ну, это тоже, если посмотреть так, опыт Эстонии, то, ну, не так уж, что можно это сказать, просто то, что происходит... Ну, например, если сегодня у нас пришло, ну, примерно, не знаю, 40 процентов, то большая часть проголосует в интернете, но это общая, общий процент не будет выше. Ну, из-за того, что у нас есть это электронное голосование. Это просто мотивация, да, для тех, которые мотивированы голосовать, может быть, они бы использовали бы электронное голосование, оно это не повесило, ну, так... Явку. Явку, так, уже, ну, да, евроем. Если говорить все-таки о возрастном моменте, то есть, какие группы, возрастные группы наиболее активны? Вот есть ли в ЦИК такие исследования? Потому что говорят о том, что очень сложно мотивировать как раз молодых людей. Да, это правильно. Но у нас эти от списков мы эти данные не можем получить, потому что они еще электронно, нет, не электронно. Но у нас Аптауэс, как это? Абсура? Нет, социал-дисказ Аптауэс. Расслоение? Нет, нет, когда просто людям просто говорят, ну, не задают вопрос, голосовали, они ответят да или нет. Опросы, опросы, социалистические опросы. Да, 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 да. Социалистические опросы. Да, эти данные от этих вопросов, опросов. И да, избиратели 18-25 лет в этой группе не самые малоактивные, но активность уже 45 и выше те избиратели активные. Также интересно, что женщины активнее, чем мужчины. голосуют, что еще люди образованные тоже более активные. Выше, да? чем выше образование. Также те люди, у кого и на Акуме больше. Да, это, наверное, мотивация голосовать, это все-таки как-то связано не только с возрастом, но и этим образованием. Если говорить о подсчетах, поскольку голосование сегодня только в Риге, быстрее, я так предполагаю, посчитать или нет? Нет. Это не связано, да? Это не связано только Рига или... Потому что когда выборы, каждое самоправление считает голоса, и на каждом участке процедуры одинаковые, которые надо соблюдать. И, во-первых, мы закончим выбор только в 10 часов, это уже предыдущий год, когда были выборы в Европарламент, это было в 8. Также у нас в списке кандидатов может быть 43 кандидата максимум, год назад или больше, когда были выборы в те предыдущие, это было 16 кандидатов, и это все уже разница тоже длинной. А как, кстати, определяют число, почему именно 43? Не 45, а не 40? Потому что в Думе 60 депутатов и кандидатов можно быть 3 больше. А, 60 минут. Но можно быть и меньше, это не обязательно 63 надо, можно быть 5, 10, 15, как считает нужным сама партия, но 63 это максимум. Что касается вопроса неграждан, потому что этот вопрос, он в принципе всегда на повестке так или иначе стоит, в том числе и среди наших радиослушателей регулярно они задают эти вопросы, гостям наших программ. Но вот в контексте выборов, конечно, это тоже актуально. Я знаю, что вы выражали также свою позицию по этому вопросу и говорили, но будь у вас политическая воля, вы бы, конечно, все, наверное, изменили. но вот как развиваются сейчас в этом направлении? Есть ли какая-то дискуссия? Не слышала. В парламенте такой дискуссии нету, ну, это тоже, ну, как политическая воля, нужно или не нужно это голосование, но нет, сейчас не обсуждается. Сейчас в парламенте у нас обсуждается такая возможность голосовать по почте и за рубежом, и за рубежа тоже выборы самоуправления. Ну, на следующей неделе будет уже... По бумажной почте, да? То есть, конверт? да, просто по почте. Если, например, я рижанин, то, если я за рубежом, то я могла бы быть, ну, не знаю, получить эти билетни и проголосовать, да. Если говорить об экзит-пулах, по вашему опыту, насколько результаты экзит-пулов, которые публикуются сразу после закрытия участков, совпадают с реальными результатами? Огрожают реальность. Я просто вспоминаю историю про Брексит, когда я помню, что я шел спать с ощущением экзит-пула, показали, что в Великобритании остается въезд, проснулся. Ну, я не социолог, так что я не так уже там исследовала, потому что в наше время тоже много этих даже компаний, которые делают всякие эти, экзит-пулах, Но там, наверное, есть это, как это, классическая вещь, называется она латышским «Клуссума спирала», или как... Такая спираль из тишины. Тишины, да. Это обозначает, что избиратели не всегда говорят, о чем они реально правду проголосовали. Например, не знаю, есть там какое-то мнение в обществе, что эта партия какая-то не такая, а мне она нравится. Ну, например, я не буду вам говорить, что я проголосовала за эту партию. Я буду сказать, нет, ну, я за кого, не знаю, за кого другого. И так, ну, это, поэтому иногда не совпадает, но, конечно, методика имеет смысл, кого спрашивают. Например, сейчас этот экзит-пул, который делается, это он будет только был в день выборов. Тогда он... Не учитывается предварительно. Да, мы не знаем, может быть, предварительно проголосовали избиратели, за кого совсем, ну, другого списка, да, но он не будет совсем точно. Ну, это уже тогда. Ну, вот глава ЦИК, когда идет на выборы, ну, я не знаю, вы, наверное, тоже идете на выборы. То есть, с каким чувством вы это делаете? Ну, я не спрашиваю, за какую партию, потому что понятно, что этот вопрос задавает даже некорректно главе Центра избирком, но тем не менее, вот вы, когда идете, это же ваша профессиональная среда, вот как легко отдавать свой голос? Ну, по-моему, не знаю. Вообще-то, на участках работают люди, такие как вы, вы тоже смогли бы, ну, работать. Да, работать на участке, потому что, я не знаю, это профессиональная среда, наверное, не так, это не буду им называть. Ну, да, я смотрю, все же по порядку, да, что же, как мы, например, написали в инструкции, соблюдает ли в участке, соблюдает ли данная, ну, процедура, процедура, но, ну, так не очень, ну. Вы вдумчивый избиратель? То есть, вы серьезно относитесь там к партии, изучаете программы? так консервативно, я голосую за тех, которые уже голосовала, но так, если они не сделали что-то очень, не знаю, плохое за эти четыре года, или меньше даже, ну, у нас каждый выбор, каждый год выборы, так что, да, ну, перед выбором я, конечно, так посмотрю, какие там кандидаты, что, кто, кого вычеркнуть, у кого, может быть, было ставить, но за партию я всегда, ну, много, уже, не знаю, пару, пару лет, ну, пару выборов я уже за... Голосуете за тех же. Да, но у вас свой ритуал есть, вот день выборов, или нет? Вот я, например, всегда на свой участок, почему-то, потому что он ближе к дому, да. Да, хотя в этот раз мог бы ты проголосовать. Я сегодня, кстати, поехал на свой участок, хотя я сейчас живу в Йомленово, поехал, да. Ну, это хорошо, что вы так делали, потому что мы хотели, чтобы люди так делали, потому что это как-то, ну, мы не знали, сколько это будет долго, да, на таком участке. Нет, в моем ритуалу у меня нет, я всегда, ну, то, что я точно делаю, поменяла участок заранее, потому что я работаю в старом городе, а участок у меня в другом месте, и у меня никогда нет времени, ну, не знаю, там, проголосовать, но ближе к дому, потому что я всегда на работе в это время, и поэтому я упоминаю, я голосую в Дом Конгресса, потому что там тоже всегда интервью надо дать, или же, ну, я там поблизости, да. Ну, вот ваш предшественник, Арли Синдерс, он как раз, вы как раз в нашем эфире однажды говорили о том, что вот, будучи на посту руководителя ЦИК, должен быть дипломатичным и отвечать на вопросы дипломатично, а что касается человека, который уже идет в политику, он уже в этом смысле более свободен. Вот у вас есть необходимость в этой свободе выражения каких-то мнений, в том числе какой-то своей гражданской позиции? Я, по-моему, такой более интровертный человек, мне не важно, ну, не так важно свое мнение кому-то навязывать, доказывать, да, у меня есть мнение, но я это говорю только тогда, когда меня спрашивают. Может быть, у меня нет такой, ну, не знаю, боя... То есть политику вы не хотите? Нет, политика – это другое. Вещать с трибуны. Нужно же политике, которые делают, делают не только, говорят. Где таких найти, да, как говорит? Это не политики, это Валст-Вирик. Это государственные мужи, да. Ну, кстати, напомню, что нам можно звонить 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, можете также подключаться, уважаемые радиослушатели, пишите в WhatsApp, как это делают некоторые наши слушатели, 230-6191. Ну, вот для тех, кто у вас дома остался, наверное, все-таки хочу вас спросить, сколько было вообще в целом заявок на домашнее голосование? Ну, это тоже будем знать, когда после 10, сейчас эту цифру, наверное, знают Рижская избирательная комиссия, потому что заявление надо было подавать Рижской избирательной комиссии, да. Вот интересно, еще хотел как раз вас спросить, когда речь идет об Олимпийских играх, вот эта аналогия, которая у меня возникла сейчас, МОК, который проводит игры один раз в два года, а потом многие задают вопрос, чем же он, собственно, занимается? Собственно, вопрос к главе ЦИКа, выборы у нас раз, тоже раз в два года получается. Что между? Ну, ну, вообще-то чаще уже, получается, выборы как-то. Да, у нас в этом году тоже думали, будет тихий год, был сбор подписей, и теперь эти выборы, уже на следующем году в июне опять выборы. А у нас Сеймовские уже? Нет, у нас Сеймовские. Это самоправление на другие. Но и в риге не будет участвовать. Да, в риге не будет участвовать. На другие самоправления будут, так что, и выборы тоже надо готовить какое-то время, но это не так. Вот сели и... За полчаса, да? И за полчаса все придумали и сделали. Ну, так, может быть, в тех странах, где они там пишут результаты, да? Да. Но у нас это не... Ну, там вот каким последствиям приводит. Да, иногда, да. Конечно, это все поливается. Это просто была шутка, наверное, и то надо готовиться. Да, может быть, серьезная подготовка. Мастер-классы не проводить, потому что я помню, что раньше еще приезжали как-то за тем, чтобы опытом... Сегодня у нас тоже были гости из Эстонии. Было шесть коллег из Эстонской избирательной комиссии. То есть они у нас учились? У них тоже выбор на следующий год, и они хотели тоже нашим опытом попользоваться, поэтому как мы организовали выборы в обстановке COVID, и тоже хотели узнать об этой системе, мы наше, когда обменяемся данным, то были. Это сейчас можно только в Эстонии. А с Белоруссией, кстати, не было раньше, ну, до всей этой истории? Белоруссия – это такая сложная ситуация, потому что много лет Латвия, а ты стоишь, и посполыц, и... Ну, помогает в развитии. Да, есть такая программа, что... Помощь в развитии. Да, что страны, страны, которая уже разв... Демократия, то они помогают. Развиваешь. Своим опытом. Да, с моим опытом. Это восточное партнерство, да? Да, да, да. Ну, или... Ну, да. Ну, так что мы тоже, наши коллеги, бывали в Белоруссии, ну, конечно, все так же тоже знали, ну, что там не все хорошо. Вы с госпожой Ермошиной не знакомы ли? Знакомы. Знакомы, да? Мы встречались в Латвии и Белоруссии в такой ассоциации Эйропосфолсту, Вэлэшн администратор, ассоциации. Выборов европейских... Да. Там всякие страны, там есть и Белоруссия, но, конечно, тогда мы встречались в каких-то конференциях. А Элла Панфилова знакома с ней, нет? С ней? Я знаю, кто она, но она на этих... Ну, я так с ней не так уж знакома с белорусскими, белорусской комиссией, просто мы так с каймени как-то... Соседи. Да, соседи. Соседи тому больше, но так о чем-то беседовали. Ну, не о политике, конечно. Но что касается наших других соседей, если говорить про Латвию, Литву и Эстонию, то чем отличается система голосования в странах Балтии вообще по сравнению с латвийской? Ну, у каждого чуть-чуть по-другому. Ну, чем отличается... Ну, в Литве это смешанная, смешанная система. У них и президента по-другому? Нет, нет, у них пару мандатов... Одномандатные есть? Одномандатовые и часть пропорциональная система. В Эстонии так же, как у нас пропорциональная система, но по-другому голосуют отметки в билетне. У них только один билетене, там они отмечают кандидатов по номерам. Так что, да, отличается у каждого. А почему у нас, кстати, не введут вот эту одномандатную возможность выборов кандидатов в Непартии? Ну, тоже надо, наверное, политиков спрашивать. Но нет, такое очень... У каждой системы свои минусы и свои плюсы. А в Латвии их исторически это пропорциональная система, наверное, потому что у нас такая история, что у нас очень много многокультурное общество, и чтобы все... Ну, хоть была возможность всем быть представленным, то у нас лучше такая система, ну, когда ее ввели. А в мажоритарной системе то, что если только один, который выиграет, только тот, у которого 50 плюс один, ну, например, голос, а другие все, проиграли. А у нас какой-то мандат может достичь, если не так уж много процентов, например, если 8%, тоже можно получить мандат по-нашему. Но у нас, возможно, такие, ну, не курьезы, а такие моменты, как, например, понятно, что американская система выборов совершенно другая. Там есть выборщики, Хиллари Клинтон проигрывает Дональду Трампа, хотя за нее суммарно проголосовало больше числа людей, хотя у них есть... Было, у нас не так, что проигрывало, но были, были одни выборы в парламент, когда процентуально, например, было одной партии больше процентов вместе избранных, а мандатов меньше. А почему? Это было потому, что у нас в парламентском выборе 5 избирательных округов, и в каждом этот результат... В зависимости от численности? Да, да, да. Отдельно, в каждом округе, а когда суммируется, то получилось так, что процент... Ну, это был только один голос, это разница. Ну, было, да. Но он не обиделся, кстати? Нет, просто нам надо было тогда объяснить, ну, почему так получилось. Ну, это математика. Ну, смогли ему объяснить, как человек... Ну, так и объяснили. Так что это сумма из-за мандатов, которые в каждом округе. Ну, там, да. Ну, как-то объяснили. Я уже... Надо уже посмотреть... Ну, это история равна нарушения. Да, историю, но уже так не помню детали, как там... Ну, какое-то взаимодействие, кстати, у представителей ЦИК с медиками, оно есть? Потому что вот сейчас сообщение о том, что медики отправились на избирательные участки, где травмировались две пожилые женщины, и в частности одна из них повредила руку, ее госпитализировали, другая получила легкую травму головы, то есть вот действительно такие травмы. Ну, это... Ну, если ситуация на избирательном участке, тогда они знают, что нужно, или если, ну, здесь надо было медиков позвать, если какая-то другая ситуация, то полиции надо звонить. Это председатель избирательной комиссии решает, ну, мы там... Что мы там можем помочь. Ну, то есть в саженном порядке все это происходит, нет такого, что есть какая-то... Да, потому что у нас тоже избирательная комиссия тоже же КБЛ и от САЛТОС, от САЛТОС-институции, если они... Ну, они могут и голосовать за свои, ну, какие-то, там, не знаю, вопросы, которые у них возникают, но здесь просто ситуация, что... Да, самостоятельная, да. Ну, что ж, будем вас отпускать, как обещали, Берзи Десяти. Да, спасибо, Дана, да. Кристина, вы... Берзиня была с нами сейчас в эфире, в студии, благодарим вас за то, что вы пришли, руководитель Центральной избирательной комиссии, да, и через несколько минут... Через несколько минут на всех смартфонах нашей страны, да, как говорится, у нас же через 10 минут уже закрываются участки, через 12, и тогда мы узнаем Exit Pool. Спасибо вам большое, Всего доброго, до свидания.